Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу и Спасителю! Ему, пролившему свою драгоценную кровь за нас, и воскрешему для нашего оправдания, вся слава! И в этой программе, конечно, я хотел бы в первую очередь, в самом-самом начале даже, приветствии именно Бога, поблагодарить за все и прославить. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, я всех вас благословляю именем нашего сладчайшего Господа и Бога Иисуса Христа. И Ему вся слава сегодня в церкви, Ему хвала и в вечности. Дорогие друзья, если вы еще не примирялись с Богом, если вы еще не говорили Господу Иисусу слова признания, слова покаяния, то, я думаю, сегодня прекрасная возможность для вас это сделать. Вы можете сказать слова покаяния, принести покаяние пред Богом, знаете ли, покаяться прямо сейчас, там, где вы сейчас находитесь, дома или в офисе, или у себя, где вы смотрите эту программу или слышите меня сейчас. Если вы слышите и видите меня, пожалуйста, я прошу вас, не откладывай в долгий ящик, примиритесь с Богом. Вы скажете, может быть, в сердце, но откуда я могу узнать, что есть Бог? Посмотрите, какая красота, вообще здесь очень красиво, природа. Вы можете выклюнуть в окно, если у вас окна выходят куда-то на природу, то вам вообще неслыханно повезло, конечно. Вы можете пройтись по парку погулять, в лесу где-то, вы можете насладиться пением птиц. Здесь вот на крайне Киева так красиво, знаете ли, сегодня такой солнечный прекрасный день августовский, и я Бога благодарю за все, за то, что вот сегодня в праздник преображения Господнего, знаете ли, вот так все действительно преображается, и милость Господня к нам явлена. Через рассматривание творений, вот через красоту этого окружающего нас мира прекрасного, мы видим именно руку Творца. И Отец наш, Бог наш, Он любит нас. Я знаю из Библии, из Слова Господнего, что Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего и Ненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел в этот мир спасти грешников, и Он любит тебя и меня. Он отдал Свою кровь за всех нас, и Его святая кровь пролилась за тебя, и за меня, за каждого из нас. Его святая кровь, она способна омыть тебя и меня от греха. Давайте мы вместе обратимся к Богу, давайте скажем Господу такие слова покаяния, чтобы небо пришло в действие сейчас, чтобы вся жизнь исправилась наша, чтобы бесы ушли, чтобы Дух Святой наполнил нас. Это очень важно. И Христос, Он сделался за преступников, ходатаем, за всех нас. Уже две тысячи лет прошло. Вы скажете, ну это было очень давно. Да, это было давно, но это и сейчас, потому что Христос сейчас с нами. Потому что написано, что ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Иисус Христос сегодня за тебя и за меня является ходатаем. За тебя и за меня Он на самом деле просит пред Своим Небесным Отцом и говорит, помилуй их, Ава, Отец, Отче, помилуй их. И знаете ли, Небесный Отец, Он не послушает никого, кроме Своего Сына, который на самом деле послушан был и послушан до смерти крестной, написано о Нем в Библии. И который за преступников сделался ходатаем и стал первосвященником, вошедшим в реальное небо, в самое небо за нас предстоять. И сегодня Он предстоит за нас. Так вот, написано, что сам Иисус Христос сказал о себе, написано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, Христос сказал очень-очень важное слово, очень такую большую истину Он сказал. Он сказал, что Я есть, говорит, путь, истина и жизнь. И Он сказал дальше, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. Только лишь через Иисуса Христа сегодня есть дорога на небеса для тебя и для Меня. Запомни, дорогой друг, дорогой брат, сестра, сегодня, неважно какой-то динаминации, конфессии, сегодня важно, кто для тебя Иисус Христос, с кем ты, какого ты духа. Если Христос в тебе, это великое чудо. Если ты рожден свыше, рожден от Бога, я тебя просто поздравляю и благодарю Бога за тебя. Но если ты еще во тьме, если еще в гробе проклятия, греха, если еще ты не в Царстве Божьем, то сегодня я тебе хочу сказать, выходи из этого мрачного подвала, выходи из гроба греха, выходи из своего Египта, открой свое сердце для Иисуса Христа, добро пожаловать в Царство Божье. И скажи сейчас такие слова. Отец мой, скажи, не стесняйся, следующее, Бог Святой, скажи, Иисус Христос, наполни меня собой, прости меня, скажи еще так, я отрекаюсь от всякого греха, скажи, я отрекаюсь от дьявола, скажи, я отрекаюсь от проклятий и беззаконий, скажи Богу сейчас, прямо сейчас, скажи, я отрекаюсь во имя Иисуса от всякого беззакония. А скажи так еще, Иисус Христос, войди в мое сердце, в мою жизнь, царствуй во мне, живи во мне, я тебя благодарю, Господь мой, Царь мой, слава тебе, спасибо огромное за все. Скажи еще вот так, что Дух Святой, наполни меня, я нуждаюсь в тебе, наполни меня своей силой, своей благодатью, своим исцелением, благодарю тебя за все, аминь. И еще попроси у Бога, конечно же, своими словами, также вот в простоте такой, в искренности попроси у Бога, чтобы Он в тебе открыл Слово Свою, Библию Святую, чтобы Божье Слово было действительно светом перед ногами твоими, чтобы ты не спотнулся, чтобы Слово Божье тебя изменяло и исправляло. И это очень важно для каждого из нас, господа, дорогие братья и сестры, очень важно, чтобы Слово Господнее, оно руководило нами, оно изменяло нас, потому что это золото очищенное, потому что это на самом деле свет, сияющий во тьме. И сам Иисус Христос, Он есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, и Он сегодня просвещает тебя и меня. Слава Иисусу Христу! Почаще произноси это драгоценное имя своего Спасителя, своего Господа, просто проставляй и говори Иисус, 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 Иисус! Повторяй это слово десятки, сотни раз, не уставая, просто вкушай Господа Иисуса Христа, читай Слово Господнее, исполняй Божье Слово, и пусть Бог благоставит тебя. И каждому из нас, дорогие друзья, каждому христианину, независимо какой он динаминации, конфессии, очень важно быть в братском таком общении с другими верующими. Если ты уже покаялся пред Богом, то тебе сделать очень важное, это также надо сделать, найти тех, кто также любит Иисуса Христа, тех, кто любит Господа Иисуса, и быть с Ними, прилепиться к Ним, и также вместе любить Господа Иисуса, вместе проставлять Его, вместе исполнять Его святую волю, это очень важно, потому что когда мы ходим во свете, и когда мы в свете Слова Божьего, и когда мы имеем благословенное такое удивительное общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, она действует. Ты скажешь, как? Я не знаю, как, но она действует, прошло две тысячи лет, но она имеет силу, кровь Иисуса Христа, и она омывает нас в этот момент от всякого греха. И пусть Бог благоставит тебя и меня, пусть Бог благоставит каждого из нас, пусть Бог благоставит всех верующих. Я благоставляю вас именем Иисуса Христа, и благоставляю всех верующих, независимо от динаминации, конфессии. И, дорогие друзья, я хотел бы, очень хотел бы, чтобы те, кто примирились с Богом, чтобы ходили во свете, и чтобы каждый из нас дошел в Царство Божье, и в Царство Небесное, и чтобы никто не оступился, не упал. А если кто упал, то чтобы вставал, не валялся, не лежал. Если, может быть, вы смотрите эту программу о покаянии, я говорю сегодня, но вам кажется, Бог вас не простит. Некоторые мне так опишут, почему-то говорят, я думаю, что Бог меня не простит. Никогда не говорите так, Бог прощает. Нет такого греха, которого Бог не простил бы. Хулана Духа – это то, что человек не хочет каяться и ожесточает свое сердце. Пусть сердца наши будут открыты для Бога и готовы для изменения, пока мы живы, возможно исправить свою жизнь. Пусть Бог благоставит каждого из вас, дорогие друзья. Я хочу благоставить вас стихами благоставения из Библии. Я читаю слова из Божьего Слова и говорю вам эти слова из Библии. Святой Библии Священного Писания. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призвит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Шалом во имя Иисуса Христа. Аминь.